вот спрашивал андрей про лукойл относительно целесообразности в покупке под дивиденды мне кажется лукойл сейчас покупать особого смысла нет на нем денег сейчас не заработает потому что лукойл вот у него основная игра она прошла то есть бумага она очень качественная эффективный бизнес она завязана на нефть нефть от свою скрипку отыграла сейчас нефть пока находится в боковике пока нету оснований для резкого внезапного роста нефти в лице назревающего происходящего конфликта с ираном то я думаю лукойл будет лишен драйвера для роста тем более было заседание опек решили постепенно наращивать добычу соответственно в перспективе это будет негативно влиять на цену на нефть но если вот мы посмотрим более короткий таймфрейм дневной от 4 часовой то здесь вот бросаются ближайшие цели в глаза по лукойлу но этот верху 558 но мне кажется движение наверх сейчас будет маловероятно и ближайшие цели внизу 5200 87 и 5203 ну 5203 чуть ниже это в районе дивидендов там по 230 225 рублей за акцию вот но моего моя позиция по этому вопросу такая вот я лично не стал бы покупать акцию непосредственно под дивиденды потому что ну там в любом случае будет гэп потом непонятно то есть какая будет динамика после этого гэпа в отдельных случаях гэп он усиливает движение вниз а вот здесь небольшой трендик такой контр трендик наметился вот и поэтому можно под засесть в этих бумагах поэтому я вот если бы ориентировался на дивиденды я бы либо бумагу который купил она мне в портфеле лежит и рассматривал вариант получения с ним дивидендов или когда какая-то выходит новый заранее относительно изменение дивидендов увеличения там и так далее то есть вот на этой позитивной новости и купить сыграть в этот рост потом продать или дождаться повышенного дивиденд но сейчас вот я бы не стал под дивиденды покупать лукойл я бы даже сказал что ближайшие несколько дней высока вероятность движения сюда вот 500 5290 и 5200 8 просто наиболее вероятно здесь скажем так определенные определенные объемы прошли которые скорее всего проводили определенные игроки и они скорее всего вот сюда вот цену будут заманивать опять же есть вероятность и движение вверх но с моей точки зрения вот это две трети вероятно сюда сюда 1 3 вот но если как бы бомбануты раны нефть взлетит то соответственно и лукойл улетит на 5 558 потом 5 759 вот поэтому либо я бы не стал лукойл в ближайшее время покупать либо я его за шортил и вот здесь бы его ловил бы закрывал шорты а стоп соответственно поставил бы но 5 420 или 5 440 так это что касается лукойла